Продолжаем нашу программу, и у нас в студии, ну без регалий, ректор Далевского университета Виктор Рябичев. Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Вот знаете, я всем нашим, кто приходит в студию, наши соратники, я им всем говорю, что мы на протяжении дня подглядываем, подсматриваем, подслушиваем, и что мы видим на экране телевизора, и в России в том числе, Виктор Рябичев заявляет, я говорю по-русски, я думаю по-русски, и у меня хотели мою Россию забрать, но не получится. День настал? Настал. И хотелось бы особо сказать нашим всем друзьям, коллегам, жителям республики, друзья, я от всей души поздравляю с сегодняшним праздником. Наконец, день настал. Мы сегодня торжественно отдаем свой голос, голосуем. Я хотел бы привести пример, если будут кадры, как это делается в Далевском государственном университете. Ну, я восхищаюсь вот той явкой, тем порывом, вот той надеждой, которую мы ждали 8 лет, и, наконец, свершилось. Это праздник. И я хотел бы отметить, ну, и заодно, так как я координатор партии «Единая Россия», поблагодарить членов партии за активное участие в голосовании. Вы знаете, я всегда, всегда вспоминаю и чту память своих предков. Мой отец и моя родня русские, они отдали жизнь за Советский Союз, за Родину. Отец умер с осколками внутри, раненый. Осколки они извлекли, сказали, невозможно, потому что опасно для жизни. Они всегда отстаивали честь своих предков и отстаивали Родину. И учили нас, молодых, то, что я делаю сейчас. Друзья, надо помнить, чтить и всегда не забывать. Забыли историю и память предков. Знайте, жизнь прожита впустую. А поэтому все мои сотрудники и студенты живем этим принципом. Надо сделать для Родины максимально, чтобы всегда тобой гордились. Всегда говорили, да, делай, как делал это Владимир Иванович Даль, Казак Луганский. Ну, вообще, это ответственность. И день голосования тоже большая ответственность. Большая ответственность. За всю Россию. Да, потому что, действительно, вот вы затронули тему, вы ее прекрасно знаете, сколько вот пришлось нам пережить к этому дню. Это такая гордость. Вот как нам Россия все это время помогала. Мы всегда чувствовали ее помощь и что она рядом. А это многое стоит. Вот такой пример бы хотелось бы мне отметить. Вы знаете, в 15-м году мне пришлось везти студентов Липецк на защиту своих работ бакалаврских. И когда они комиссии, а комиссия присутствовал, заместитель губернатора, собрались руководители других вузов. Приехали студенты Слуганской народной республики. И мне пришлось перед тем, как они приступили к защите, я сказал, коллеги, вы знаете, вот я знал историю военные фильмы. Это художественные, это то, что давали нам информацию. А вот сзади меня стоят дети, которые войну пережили. Вот на что удивление, спросите любого ребенка, и он ответит, если где-то что-то сейчас выстрелило. Они скажут, что это 120-е, это 150-е. На слух. На слух. Вы понимаете? И вот то, что пережили эти дети, я говорю, вот они стоят. И я всех вам и призываю, и говорю. Вы знаете, как они переживали, вот приехать сюда к вам на защиту. Как вот? Они защитились даже лучше, чем у нас в республике. Представляете? Я могу сказать, что наш машиностроительный институт, это по рейтингу был первый машиностроительный институт в Советском Союзе. Первый. И пусть Омск благодарит нас за технический университет, который с наших корней возник, и благодаря нашему университету. И московский политехнический. Да, да, да. И вы знаете, такая гордость. Все-таки, вы затронули вот такую тему, действительно, на весь Советский Союз и шли специалисты. От Дальнего Востока до Запада, от Севера и на Юг. Везде вот специалисты маш университета трудились. Их ценили. Это такие кадры были. Так уникальные кафедры были. Энергомаш и электромаш в Советском Союзе не было. А заводище какое-то. А специалисты. МС-3, МС-7. Это вот всегда... Машиносборочный. Три и машиносборочный. Да. И мы всегда... Только на экспорт. Да. Вся Европа. Вся Европа. Пожалуйста. И то, что вот сейчас мы когда рассказываем студентам... Да, ситуация немножко изменит. Ничего. Наши кадры, наши студенты, мы их же готовим для поднятия республики. Поднятие промышленности в нашей стране. Мы помогаем. Они сейчас и в России работают. Сегодняшние выпускники. И те, которые здесь остаются, будет город таким даже лучше, чем был. Будут предприятия работать. Будут. Потому что такие студенты и такие кадры, как у нас. И кафедры уникальны. И кафедры уникальны. Понимаете? И самый большой рынок в мире магистральных тепловозов. Самый большой рынок. Ну, вот... А люди какие-то? Это специалисты. Это золото. Они есть. Они есть. Вот, кстати, как люди относятся к этому дню? Все-таки ректор, да? Он ответственность несет и за преподавательский состав, и за науку, и за студентов. Вы знаете, что я хотел отметить, особенно отметить? Что в 2014 году, с 1 сентября, в нашем университете начались занятия. Вот те, кто остался. Осталось большинство. Час уехала. Нечего тут. Грегатой. Час уехала. На сегодняшний день она разъехалась по всей Украине. Вот все. И там они, и там. А потом они разбрелись. И сейчас трудятся. Кто где пристроился? Я вначале с ними разговаривал, и они говорили, да вот, подождите, Виктор Дронович, вот мы придем, мы вот придем. Проходит год, проходит два, проходит три. Риторика у них немножко меняется. Да нет, мы вот. А живут в общежитии. Квартиры здесь, дома здесь. Да вот у нас проблемы. Я говорю, дорогие мои, кто выбрал наш университет? И в рост душевнику. Он остался. Он остался во имя города. Во имя детей. Во имя студентов, которых вы же не доучили. Я говорю, кто будет доучивать? Кто? Но сегодняшняя молодежь, которая работает, она достойно все выполняет. И я горжусь, которые и теми специалистами, и теми кадрами, это гиганты в науке, это школы, ну просто, как говорится, все-таки, это Луганск, как промышленный год, как и в науке, это кладезь. Мы не с пустыми руками идем в Россию. Да. О хорошем. У нас минутка буквально, да, совсем недавно, несколько часов назад, завершился матч, финальный матч второго этапа студенческой лиги России по футболу группы В. Я так понимаю, футбольная команда «Далевиц» задачу минимум выполнила. На этом этапе у нас три победы. 3-1 мы выиграли у Бауманки. 6-0 мы выиграли у Якутска. И сегодня 3-2 выиграли у Дончан. Да. Да. Тяжело было, тяжело. Я подсматривал, опять-таки, но очень тяжело было. Это гвардеец, будем называть вещи своими именами, да, это гвардеец Донецк. Да. Вы знаете, вы как знаток футбола и любитель, сами время есть, поигрываете. Вот мы с вами встречались, начиная в 15-й, каждый год вы всегда болеете душой, всегда на стадионе. И когда начали возрождать футбол, а я поставил задачу, говорю, вот возродим спорт, пойдет и работа, и наука, и учеба, все. Надо возродить то дорогое, чем гордились всегда с 72-го года. Вот давайте память, во имя памяти создадим команду. Мы ее создали. Да, было трудно. Вы постоянно присутствовали, на всех матчах. Но дали потихонечку, 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 все. Стали чемпионами. Показали пример. Будет спорт, будет республика. Это промежуточный этап, я думаю. А теперь, когда вошли в студентскую лигу России, конечно, я об этом буквально и министру говорил, и своим коллегам, ректорам с России, говорю, все, мы вошли. Мы с вами состязаемся еще на площадках спортивных, покажем, как играют в футбол, покажем. Равняйтесь, еще все впереди. Я очень на это надеюсь, что это промежуточный этап. Впереди нас большое, у нас большое, светлое русское будущее. И в чемпионате, и в науке, и в студенческой жизни. Все у нас будет хорошо. Ну, я бы хотел еще что-то футбола добавить. Вы меня поддержите. Вот все-таки надо, чтобы команда была мощная, республиканская. Ее нужно талантом. Соберем. Соберем. Они есть. Так мальчишки хуже не рождаются. Да, они все лучше и лучше. И будет сильнейшая команда. Я верю в это. А я мечтаю все-таки, чтобы так оно было. На этом ставим точку с запятой. О футболе мы отдельно поговорим. Когда уже станем окончательно частью Великой России. Спасибо вам. У нас в гостях был ректор Далевского университета Виктор Рябичев. Не переключайтесь. Далевского университета Виктор Рябичев